В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Воздоровление ветеранов, парад военной техники и возложение цветов к вечному огню. Торжественный митинг к Дню Победы на площади Ленина. Особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС напоминают о правилах поведения в лесу и на даче. Кожаный мяч 2019. Завершился футбольный турнир детских команд. Далее расскажем обо всем подробно. Георгиевские ленты, песни военных лет, парадный расчет военнослужащих Росгвардии, бессмертный полк и возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». В нашем городе отметили победу в Великой Отечественной войне. 9 мая – особенный праздник для каждой семьи. Сложно найти человека, которого бы не коснулась самая кровопролитная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных жителей. Традиционно в День Победы на площади Ленина прошел торжественный митинг. К участникам и гостям мероприятия обратились первые лица городской думы, администрации ядерного центра. Пусть будет мир на земле, вода в Невеевском роднике, свежий сыровский хлеб на столе, надежда и уверенность в дне, собильность и счастье дома и огромной стране. Пусть гром вас не настанет и завтра врасплох. Спаси и помилуй, храни вас Бог. Спасибо. С праздником Победы. Мы чтим тех саровчан, которые с 1941 по 1945 год ушли воевать. 950 мужчин, из них 523 не вернулось в полях сражений. Мы чтим их память, их имена уикавечены на стеле у вечного огня. Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь после, восстанавливая наше народное хозяйство. Слава и вечная память героям. С праздником вас, с днем Великой Победы. Я призываю продолжать эти великие традиции и помнить наших отцов и дедов, которые отдали жизнь, отдали свое здоровье за то, чтобы мы с вами сегодня стояли на этой площади, жили счастливо. С праздником всех Великой Победы. Подробнее о праздничных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы, расскажем в наших ближайших выпусках. К другим новостям. На территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. Согласно постановлению правительства региона, с этого момента запрещается разводить костры в лесу и использовать приспособления для приготовления пищи на углях. Настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнеопасными предметами. Любое, даже самое минимальное возгорание в лесном массиве может привести к печальным последствиям. Сухая трава и ветки воспламеняются в считанные минуты. Именно поэтому после того, как с территории лесопарковых зон полностью сходят талые воды, устанавливается особый противопожарный режим. Жителям рекомендую все-таки воздержаться от разведения костров, проведения каких-либо пожароопасных работ, запускания всевозможных каких-то летательных аппаратов, связанных с огнем. Лесные пожары бывают двух типов. Низовые, когда загорается сухая трава и подлесок, небольшие кустарники и маленькие деревья. Справиться с таким пожаром значительно проще, чем с верховым. Последний опасен своим распространением на соседние кроны сухих или хвойных деревьев. Их раздувает очень сильный ветер. Они бывают в ветреную погоду и, соответственно, в четвертый и пятый класс пожарной опасности, который устанавливают в лесах. Полный запрет на посещение лесов наступит, если спасатели установят четвертый или пятый класс пожароопасности. Несмотря на то, что до знойных засушливых летних дней еще далеко рекомендуется не бросать в лесу или на обочине дорог окурки и помнить о правилах пожарной безопасности, находясь на дачных участках. А именно убирать от сухой травы, валежника, и все это делать в весенне-летний период до наступления сухой жаркой погоды. В период действия особого противопожарного режима штрафы за нарушение правил посещения лесов увеличиваются вдвое. Административная ответственность варьируется от 2 до 4 тысяч рублей. Дарят Соборыгин, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В преддверии Международного дня защиты детей стартал Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа». В этом году работа принимается по теме «Подвиг советской милиции в годы Великой Отечественной войны». К участию приглашаются дети от 6 до 14 лет. Тематические поделки принимают до 13 мая по адресу улица Советская, дом 1, в кабинетах 218 и 403. Лучшие работы будут опубликованы на сайте МВД, а также направлены в Москву для участия в финале конкурса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровских автолюбителей предупредили о временных неудобствах. В день пионерии 17 мая будет перекрыто движение на участке улицы Ушакова от пересечения с улицы Сосина до пересечения с проспектом Ленина. Движение ограничат с 4 до 7 вечера. На следующей неделе по всей стране пройдет пятая всероссийская акция «Стоп ВИЧ». Ее цель – привлечь внимание людей к этой проблеме, донести до каждого правильную и полную информацию о болезни, путях ее распространения, возможных последствиях и существующих способах профилактики и лечения. В рамках акции в школах города пройдут просветительские и спортивные мероприятия. Клуб любителей православной книги приглашает горожан на встречу, посвященную святым мученицам из села Суворова. Она пройдет 16 мая в библиотеке имени Маяковского начала в 17.30. Для справки, клуб любителей православной книги появился в нашем городе 5 лет назад. За это время подовой гид успела пройти более 40 мероприятий, которые посетили 12 тысяч саровчан. Центр социальной помощи семье и детям проводит набор в летнюю группу школы замещающих родителей. Ее дверь открыта для тех, кто принял решение принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Еле только задумывается об этом. Занятие в школе дает возможность будущим усыновителям и опыкнам получить полноценную правовую и психологическую подготовку к ответственному шагу. Свои отзывы по итогам очередной сессии школы замещающих родителей будущей мамы и папы оставляют в книге обращений Центра социальной помощи семье и детям. В ней собраны слова благодарности и признательности за возможность разобраться в себе и получить полезные знания перед важным жизненным решением. Задача нашей школы прежде всего такая, чтобы гражданин мог хорошо обдумать это решение. И если он принимает его, чтобы оно было осознанное и чтобы все члены семьи его в этом поддерживали. Именно поэтому психологи предлагают посещать школу замещающих родителей всем, кто будет задействован в воспитании нового члена семьи. По правилам, свидетельства о прохождении школы не обязательно иметь тем, кто хочет оформить опеку над близким родственником. Но им, считают специалисты, полезно восполнить знания по психологии и поучаствовать в семейной психотерапии. У нас главная задача даже не выдача этой бумаги, а просто чтобы человек многое понял про этих детей, много осознал и, может быть, где-то поменял свой стиль общения, воспитания, отношения с этим ребенком. Программа школы замещающих родителей разделена на три блока. Медицинский, где с мамами и папами беседует врач-педиатр. Это правовой, где специалисты органов опеки знакомят участников с законодательством в сфере усыновления. Больше всего занятий отведено на психологию. Они проходят в форме групповых тренингов и индивидуальных консультаций. Мы изучаем мотивацию приемных родителей, мы изучаем качества, необходимые для воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, основной блок у нас идет – это особенности детей, оставшихся без попечения родителей. После прохождения курса участников ждет итоговое собеседование. По его результатам будущие родители получат свидетельство, которое прилагается к остальным документам при оформлении опеки над ребенком. Группы школы, замещающих родителей, набираются четыре раза в год. Стать их участником может любой совершеннолетний саровчанин. Очередная группа начнет свою работу 3 июня. Более подробной информации по телефону 757-22. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Стартовал прием работ на фотоконкурс в объективе Росгвардия. К участию приглашают сотрудники войск национальной гвардии, члены их семей и обычные жители города. Выставка работ лауреатов фотоконкурса будет экспонироваться в ведущих выставочных залах, образовательных и государственных учреждениях Москвы. О номинациях и сроках проведения фотоконкурса расскажем далее. Должность обязывает ефрейтору Стулову всегда быть в гуще событий родной дивизии. Елена фотографирует все мероприятия, в которых принимают участие сотрудники Росгвардии на территории воинской части и за ее пределами. Затем отснятый материал она отправляет в Приволжский округ для размещения на сайте или в газете. Я фотографирую везде, всюду, целыми днями. В череде рабочих будней находится время и для творчества. Иногда кадры получаются особенными, с неповторимой атмосферой, в которых виден характер персонажей. Елена считает, что фотоконкурсы – это отличная возможность продемонстрировать свои творческие способности и показать жизнь сотрудников Росгвардии с различных сторон. Коллеги с пониманием относятся к ее работе и готовы в любой момент встать перед объективом. Хотя у меня как бы должность небольшая, но и звание. Но когда им говорит фотограф, что надо встать так, 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 и они выполняют. Фотоконкурс в объективе Росгвардии проводится второй раз. Количество номинаций представляет авторам простор для реализации творческих способностей. Кроме традиционных категорий портрета и пейзажа, участникам предлагается показать спортивное и патриотическое направление, а также увидеть в работе военных курьезные моменты. Жители города приглашают принять участие в номинации Росгвардии глазами общества и сфотографировать сотрудников на различных городских мероприятиях. Работы нужно присылать на электронный адрес Саровской дивизии. Следует указать фамилию, имя, отчество и свои контакты. Все вопросы можно задать по телефону 5-28-08. Познакомиться с положением конкурса можно на официальном сайте Росгвардии. В Сарове подвели итоги футбольного турнира, история которого берет свое начало в середине прошлого столетия. Кожаный мяч – это крупнейшее в стране соревнование по футболу среди детских дворовых команд. Традицию проведения этих состязаний стараются поддерживать и по сей день. На стадионе «Кар» прошла церемония награждения по итогам городского этапа областных соревнований «Кожаный мяч-2019». Подопечные Владислава Родникова надевают заслуженные золотые медали городского этапа соревнований «Кожаный мяч». В прошлом году им удалось занять на турнире лишь последнее место. Год усиленных тренировок и работы с командой не прошел зря. На этот раз юные футболисты доказали, что они лучшие в своей возрастной группе. Футбол – это все. Это эмоции, дисциплины, тренировки, старания, воля к победе. Вообще, самое главное, чтобы ребенок, человек сам этого хотел. Если он не хочет, то ничего и не будет. Главной целью турнира, как в советские годы, так и в наше время была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 17 команд. Лучшие из лучших определялись после нескольких недель соревнований. Вы – будущее саровского и российского футбола. Ведь таланты вырастают из детского футбола. Даже достигнув зрелого возраста, я вспоминаю всегда детскую футбольную жизнь. Юные футболисты боролись за победу в турнире в четырех возрастных категориях. Команды играли по традиционной круговой системе. За победу судьи присуждали три очка, за ничью – одно, за поражение – ноль очков. Победители и призеры определялись по общей сумме набранных баллов. Когда много ребят участвует, тогда формируется сильная сборная, потому что проходят хорошие отборы. Все ребята мотивированы, они смотрят, как другие участвуют и также хотят побеждать и входить в состав сборной. В середине мая саровские футболисты отправятся на зональный этап турнира «Кожаный мяч» в «Разамас». Дарья Цепорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Виталий Тимофеевич Тимофеев – ребенок войны. Страшные события 41-го он встретил в деревне Пизипова Чувашской республики. Ему было 7 лет. В годы войны семье приходилось тяжко есть было нечего и питались с липовой корой. Виталий Тимофеевич – липовый молодняк, кожуру снимали, травещину помолотили через жерновку, крутили, делали муку, превратили лепешку в русской печке. В годы войны Виталий ходил в школу, а сразу после учебы бежал на работу в колхоз, где запрекал лошадей и собирал урожай. Коров давали, чечевицу давали, заработали, еду общего котла в колхозе, раздавали черпаком, тебя днем на обед, все бесплатно. После войны Виталий Тимофеевич закончил среднюю школу, в 1952 году пошел в армию. После поступил в Тамбовскую военно-воздушную академию на летчика и в 1955 году приехал в наш город. Здесь мужчина работал слесарем на третьем заводе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова